Здравствуйте! В эфире «Импульс» с обзором событий дня в студии Павел Прожогин. Начну с ключевых тем выпуска. Молодые люди шли через дорогу и кидали прохожим петарды. Тоддниги прям. Все это с улюлюканем и веселым голдежем. Забава на грани. Бесконтрольные зимние развлечения несут опасность для горожан. Принимали живое участие в приемке объекта и в контроле выполнения работ. Новый Уренгой становится комфортнее. Специалисты администрации подвели итоги летнего благоустройства и наметили планы на следующий год. Стандарты и требования отраслевые очень высокие. Задание для детей практически не отличается от задания для взрослых. Хадровый резерв для Ямала. К шестому региональному чемпионату WorldSkills присоединились конструкторы беспилотников. Идем на поправку. Вторую неделю на Ямале фиксируется превышение числа выздоровевших над заболевшими ковидом. Это позволяет разгрузить коечный фонд в больницах. Так, в телеграм-канале Ямал официально прокомментировала ситуацию руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова. В Новом Уренгое свернули 100 мест в инфекционном госпитале Арктигаза. Напомню, они предназначены для пациентов с легкой формой коронавируса. При необходимости их можно расконсервировать в короткий срок. Об этом рассказал глава города по итогам заседания Новоуренгойского оперативного штаба. Также Андрей Воронов отметил, что больница оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами. Продолжается выдача лекарственных наборов горожанам. Вопиющий случай произошел в Новом Уренгое. Подростки бросали петарды под ноги людям, которые в этот момент переходили дорогу. Возмущение окружающих не повлияло на ситуацию, а только раззадорило хулиганов. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказала Мария Загорская. Как это было и чем может грозить беспечная шутка – наш следующий репортаж. Этот вопиющий случай произошел три дня назад. Мария Загорская вместе со своим восьмимесячным ребенком, который мирно спал в коляске, прогуливалась по городу. Спокойствие прервали подростки. Несколько парней, которым на вид лет 16, начали бросать петарды. И не просто так, а в прохожих. Молодые люди шли через дорогу и кидали прохожим петарды под ноги прям. Все это с улюлюканем и веселым голдежем. Когда им стали взрослые делать замечания, собственно говоря, призывая их к порядку и благоразумию, они начали огрызаться и хамить. Я стояла, собственно говоря, здесь и уже собиралась переходить с коляской и уже вижу, что практически в мою сторону летят петарды. Я сказала, ребят, ну вы что вообще делаете? Нормальные или нет? Они, собственно говоря, продолжают дальше еще больше огрызаться и хамить, не обращая внимания ни на кого из присутствующих. Конечно же, им угрожали полиции и говорили, что сейчас они туда прокатятся, но это никак их не останавливало. На обещание вызвать полицию молодые люди никак не отреагировали. Кроя прохожих отборным русским словом, они продолжили веселиться, взрывая опасные хлопушки. Вообще, когда ты в абсолютно спокойное время идешь в своем городе и не ждешь никакого подвоха, то, конечно, такое поведение, оно очень заставляет тебя прям понервничать, потому что это ненормально, я считаю. Тут и так дорога, ты должен быть предельно внимательным, когда переходишь через проезжую часть, потому что хоть и регулируемый пешеходный переход, машина может выскочить абсолютно с любой стороны. И нужно быть предельно аккуратным. А тут, когда еще и петарды кидают тебе под ноги, это, мне кажется, неразумно. Опасные забавы в людных местах запрещены. У каждой взрывной игрушки есть регламентированный радиус удаления от человека. Теоретически, подростки младше 16 лет не должны их использовать. Они даже не имеют права их купить. Взрывать салюты и фейерверки можно только на специально отведенных местах. В нашем городе таких два – за дворцом Спортозвездный и около озера Молодежное. Обращаем внимание, что запуск фейерверков, петард, хлопушек строго запрещено в помещениях, в жилых помещениях, на крышах домов, из окон и так далее. То есть только на улице и на пустырях каких-то безлюдных площадках, где отсутствуют какие-то строения, сооружения, машины и так далее. В любом случае должна быть выдержана определенная безопасная дистанция, чтобы рядом стоящих людей, грубо говоря, не зацепило отработанными фейерверками. В интернете мы нашли видео, на котором профессионалы взрывают петарды рядом с манекеном. Это наглядное доказательство того, что огненная забава опасна для здоровья. К счастью, эта история закончилась благополучно. Волей случая никто не пострадал. Но интернет пестрит видео, на которых беспечное отношение к петартам заканчивается весьма плачевно. Мария Федорчук, Богдан Жителев, Давид Давидашвили, служба новостей «Импульс». В Новом Уренгое накрыли нарколабораторию. Она находилась в квартире, где проживали двое 26-летних местных жителей. Еще один приходил им помогать. Во время обыска линейные полицейские изъяли электронные весы, лабораторную посуду, стеклянные колбы, химические компоненты, измерительные приборы и материал для упаковки. А кроме этого полицейские обнаружили 120 граммов наркотического средства. В его состав входил мифедрон. Аналогичный наркотик массой около 3 граммов полицейские нашли в квартире третьего подозреваемого. Запрещенное вещество он пытался спрятать в доске для игры в нарды. Выяснилось, что преступную деятельность компания вела на протяжении нескольких месяцев. Химики сбывали наркотики новоуренгойцев. Один из злоумышленников ранее уже был судим за аналогичное преступление. По этому факту возбуждено уголовное дело. Детские площадки, площади, скверы и парки. Специалисты администрации обсудили формирование комфортной городской среды. В этом году созданы детские и спортивные площадки в микрорайонах Восточный, Дружба, Юбилейный, на улицах Железнодорожная и проспекты Ленинградский, а также Аллея Мужества, сквер у Полярной Совы и площади в районах Карачаева и Лимбияха. На встрече также обсудили планы на 2021-й. В будущем году предстоит разработать проекты многофункциональных площадок в Карачаево и Лимбияхе. В Новом Уренгое закончат пешеходную зону по улице Интернациональная, первую очередь которой сдали в 2020-м. Также преобразятся шесть детских и спортивных площадок. Особое внимание уделили парку Дружба. Ключевой объект Дружба. Парк Дружба, по нему мы сегодня очень плотно работаем уже с проектировщиками. Вы, наверное, видели в пятницу. Многие из вас были на публичных слушаниях, обсуждениях Озера Молодежного. Проект будет похожий. Ну, наверное, чуть поменьше масштаб, но тем не менее, понимая, что в Озере Молодежное, как это было, это полтора часа можно было рассказывать и ходить по территории. Что-то подобное мы хотим презентовать нашим дорогим горожанам в конце года. Администрирование отелей, преподавание в младших классах, отделочные работы и программирование дронов. Что может объединить такие разные, казалось бы, виды деятельности? Ответ кроется в шестом региональном чемпионате WorldSkills Russia. В течение всей недели на базе 3-й и 17-й школ и Новоуренгойского колледжа опытные мастера, студенты, а также школьники показывают свои навыки и умения в самых разных сферах. В этом году к направлениям, уже ставшим традиционными, прибавилась новая – эксплуатация беспилотников. Как проходит соревнование, расскажет Полина Шорохова. «Сними, да, снимает туда заглушечку и проверяет. Всё, камера работает, отлично, да, всё работает». Сосредоточенный взгляд юных конкурсантов бегло лавирует между экраном монитора и сложной техникой в руках. Задача – запрограммировать квадрокоптер, чтобы он прилетел на площадку, предварительно считав QR-код и выбрал правильный квадрат для посадки на поле. При этом камерой он должен распознать определённый цвет. На задание отведено 4 часа. Что самое удивительное, делают это школьники 14-16 лет. «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, он очень большим спектром знаний должен обладать. Это электроника, радиотехника, программирование в обязательном порядке. Какие-то конструкторские должны быть знания. То есть он должен собрать конструктор, запрограммировать, выполнить определённый полёт. В общем, стандарты и требования отраслевые очень высокие. Задание для детей практически не отличается от задания для взрослых». Эксплуатация беспилотных авиационных систем, направление, которое в рамках регионального чемпионата WorldSkills Russia, в Новом Уренгое представлено впервые. За три дня соревнований участникам необходимо установить на квадрокоптер дополнительное оборудование, запрограммировать полёты, переместить груз и пролететь полосу препятствий. Подготовка конкурсантов началась всего лишь за два месяца. На базе средней школы номер три в специально оборудованном кабинете такому нелёгкому делу обучались четыре участника соревнований из второй, третьей, четвёртой школ и гимназии. Пятый конкурсант – ученик школы номер 17. Безусловно, мы очень волнуемся, это для нас первый опыт. И здесь мы ставим и преследуем в основном цель, конечно же, обкатать вот эту площадку и попробовать, насколько мы сегодня умеем это делать, насколько получается у детей. И если в этом направлении опыта у участников ещё совсем немного, то в сухом строительстве штукатурных работах, которая проходит на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа, соревнуются уже бывалые конкурсанты. Да вроде ничего сложного нету, и так как уже в прошлом году участвовала, в прошлом году было немножко сложнее, потому что ничего не знала, как-то ещё страшно было, а сейчас ни волнения, ничего. Вероника – единственная девушка, участвующая в этом направлении в Новоуренгое. Она мечтает стать архитектором. А вот Максим только начинает свой путь в профессии. Он студент первого курса, и для него такие испытания в новинку. Сложность задания не заключается в том, что гипсокартон ломается очень сильно, хрупкий материал. Как справляетесь с этим? Нормально. Боевой, хороший настрой. На победу нас. За восемь часов работы шести участникам предстоит собрать конструкцию со сложным рельефом. Точность выполнения вымеряется экспертами вплоть до трёх миллиметров. За три дня эту кабину необходимо будет заштукатурить, покрасить, сделать звукоизоляцию, провести свет и проявить фантазию. Последний модуль – творческое оформление интерьера. Точный технический расчёт в совокупе с креативом – то, что отличает настоящих профессионалов. Я думаю, что такие соревнования профессионального уровня обязательно должны проходить, чтобы мы могли увидеть после обучения ребят профессиональные навыки и умения. Каждый год происходят изменения в самом задании. Задание усложняется так, чтобы посмотреть профессионализм ребят. В Новом Уренгое соревнуются конкурсанты в трёх категориях – юниоры, молодые профессионалы и навыки мудрых. Набравшие достаточное количество баллов участники пройдут в следующий этап конкурса – всероссийский. Полина Шорохова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Далее вторая часть выпуска. Не переключайте канал. Оставайтесь с нами. Неравнодушие может вернуть здоровье. Надымчанину Никите Марунетчину требуется дорогостоящая реабилитация. Важно внимание! Ямальские единороссы продолжают традиционную акцию «Ёлка заботы». Творческий подарок. В юбилей региона артисты городского дворца культуры «Октябрь» дадут онлайн-концерт. Право на дистанционный труд закреплено законодательно. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Согласно основным положениям, переводить сотрудника на удалёнку можно максимум на полгода. Работать специалист может из любого места, где есть интернет. Но это не значит, что человек должен быть на связи постоянно. Оффлайн-перерывы также предусмотрены в законе. А ещё нельзя будить работника в любое время суток, как это было раньше. Но если человек не выходит на связь без уважительной причины двое суток и более, его можно уволить. В случае чрезвычайной ситуации работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в обязательном порядке, обеспечив необходимым оборудованием. Одно неправильное движение может изменить жизнь человека до неузнаваемости. Об этом небонаслышке знает надымчанин Никита Марунетчин. Летом юноша потерял подвижность из-за травмы. Сейчас ему необходима реабилитация. Она стоит очень дорого. Семье такие расходы самостоятельно не потянуть. Им требуется материальная поддержка. Своей историей Никита поделился с нашими коллегами из Надымской студии телевидения. Подробности в сюжете. Спортсмен, активист, добряк и душа компании. Таким Никиту знают его близкие и друзья. И даже несмотря на тяжёлую травму, главное не изменилось. Он по-прежнему рад гостям и не теряет надежд. Сейчас дистанционно учится в колледже на автомеханика. У меня сейчас третий курс, последний. У меня вот, получается, учусь, единственное, из колледжа выпущусь, но диплом получу, когда восстановлюсь и сдам на права. Я даже вот себе на телефон программу специально скачал, чтобы учить. Хоть в таком положении носом тыкаешь, но учишь. Трагедия произошла летом, когда Никита с друзьями решил искупаться в местном водоёме. После прыжка сам уже не вынырнул. Помню, как вот прям о песок. Сильный удар такой был. И даже сам не понял, как глаза в воде открылись. Прямо видел песок, хотя вода немножко была мутновата. Из-за того, что песчаный берег. Наверное, где-то через 2-3 минуты меня вытащили. Позвонки сместились, и даже срочная операция не вернула парню подвижность. Сейчас большая часть действий и увлечения Никите не подвластны. Я увлекаюсь робототехникой. То есть это вот конструирование роботов и участие в соревнованиях. Также я участвовал в соревнованиях недавно у нас в Надыме. Получается, проходили соревнования по доте, консерстрайку и мортал комбат. Раньше Никита собирал роботов, а теперь они помогают ему восстановиться. Позади несколько курсов дорогостоящей реабилитации в московской клинике. И усердие, наконец, вознаградилось. У нас начали двигаться плечики, ручки. Вот как он сказал, правая ручка немножко у него тут в локоточке. Вот он может это, а левая пока нет. Да, вот. Как таковых прогнозов нам никто не дает, доктора. Они сказали, мы не медиа. Но перспектива и есть. То, что молодой и то, что рано начали реабилитацию. Возвращается и чувствительность. Маме Никиты сейчас тоже непросто. Но в семье Марунечинах не перестают верить, что все это закончится. Раньше были, как говорится, другие радости. Теперь у нас самые маленькие уже радости. Такие победы, я бы даже сказала. Победы, да. Разминаемся каждый день у нас. Физкультура. Нас научили, как разминаться правильно, как что лежа. Поддержка приходит отовсюду. Люди пишут добрые слова в соцсетях, помогают средствами. А друзья и близкие часто заглядывают в гости. Его сейчас нам очень не хватает. Понятно, что время для него разделилось на до и после. Я так думаю, что этот промежуток будет им преодолен. Никита обязательно встанет на ноги. Но мы все постараемся ему помочь. Мы сделаем все возможное, чтобы у семьи появились средства. И появилось у него еще большее желание быть вместе с нами. Я мечтаю о том, чтобы он однажды открыл класс. И появился и сказал, вот он я. Каждый курс реабилитации стоит сотни тысяч рублей. Все, что могла, семья уже вложила. А потому попросила помощи у надымчан. С особой благодарностью мама юноши обращается к врачам и землякам, которые не остались в стороне. Но нашлись и те, кто нажился на трагедии. Подлинный номер, карты для перевода средств указан на экране. Также деньги можно перечислять по номеру телефона мамы. Даже небольшая сумма приблизит юношу к обычной жизни. Наталья Малышенко, Садик Абасов. Специально для службы новостей «Импульс». Вишенка на торте благотворительности. В этом году члены регионального отделения партии «Единая Россия» реализовали ряд проектов по поддержке земляков. Завершает 2020-й традиционная «Елка заботы». Она адресована особенным детям Ямала и их семьям. Сбор пожеланий идет на сайте проекта. Его адрес на экране. Отмечу, в прошлом году подарки мечты от партийцев получили 200 семей. В этом году мы планируем немножечко расшириться и исполнять 250 желаний. Все традиционно. Как и было в прошлом году, пожелания детей мы собираем на сайте «Елка заботы.РФ». Каждый родитель или каждый ребенок, который захочет получить подарок, просто заходит на сайт, заполняет заявку, рассказывает какую-то свою историю. И когда будет набрано 250 желаний, наши активисты подключатся к исполнению этих желаний. Готовность номер один. К 90-летию Ямала артисты городского дворца культуры «Октябрь» готовят творческий подарок. Уже завтра состоится большой юбилейный концерт. Но из-за ограничительных мер он пройдет в режиме онлайн на официальных страницах учреждения. Телеверсию можно будет посмотреть завтра сразу после нашего информационного выпуска. А сегодня состоялась генеральная репетиция масштабного действия. Галина Гладких с подробностями. К исполнению песни «Пой мой край» Зиля Рахим готовилась с особым чувством. Это одна из премьер, так что зрителю предстоит услышать и оценить ее впервые. Ответственен и сам повод, по которому она будет звучать. 90-летие родного края заставляет петь душой. Да так, чтобы эхо отдавалось в сердцах земляков. Готовились, конечно, с чувством гордости, что мы живем в таком прекрасном крае. Ну просто это неописуемая природа. Это счастье. И мы учили песни на ненецком языке как дань уважения к этим людям, которые живут здесь, которые коренные народы. Ее коллега по сцене Нина Гаврилова для праздничного концерта тоже исполнила песню на ненецком языке. «Нет жизни без тебя» – таков перевод, который говорит сам за себя. Для нее, как для человека, более 30 лет посвятившего Ямалу, этот край стал судьбой. Все песни, ненецкие песни, они все мелодичные, они подходящие. Поют о тундре, об оленях, о солнце. Есть солнце, значит здесь продолжается род. Есть олени, продолжается род человеческий, дети рождаются. Вот все, смысл такой. А это уже кадры онлайн-концерта. Часть артистов уехали на главный концерт округа в город Салихард. Поэтому запись номеров проводилась ранее. Всего в программе заявлены 16 номеров, в которых прозвучат песни ямальских композиторов, в исполнении артистов центральной клубной системы, а также хореографические постановки творческих коллективов. В связи с ситуацией с коронавирусом мы проводим концерт в онлайн-режиме, так как зрители, конечно, в нашем зале будут отсутствовать. Очень жалко. Работать в таком направлении – это для нас новое и очень непривычно, потому что нет отдачи от зрителей, нет отдачи от зала, к чему артисты очень привыкли. Увидеть концертную программу, посвященную юбилею Ямала, можно будет уже завтра, 10 декабря, на официальном сайте Дворца культуры «Октябрь», а также в социальных сетях. Кроме того, видеоверсия концерта выйдет в эфир в четверг после информационного выпуска. Галина Гладких, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». Это был обзор событий уходящего дня. Для вас работали Павел Прожогин и журналисты «Импульса». Увидимся. Павел Прожогин и журналисты «Импульс» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова